Субтитры делал DimaTorzok 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 Теперь можно поставить цифру. Вот такая контакта. Ее экспериментальное значение где-то 1,25. Значит, Ж это будет 14, умножить на 4, умножить на 5, король квадратный, 13. Ну, я запишу, что получается буквально. Ну, конечно, держать два знака после запятой точно, если это вышло, она хуже чем два знака после запятой. Ну, ладно. Оставляем, чтобы сюда было. Значит, умножить на корень из двух, умножить на Fp, 139. Ну, неплохо по сравнению с экспериментом 1,25. Поправки связаны еще с тем, что это получено в киральном пределе, когда масса пиона стремится к нулю. А реальное число уже 1,25 получено при реальной массе пиона 140 мм. Поэтому есть поправки за счет нарушения киральности. Надо посмотреть, до какого они порядка. Это параметр типа масса пиона делить на ланды КХД, параметрический. Но это он войдет как поправка в первой степени или в квадрате? Не помню. Ну, короче, если в первой степени, это совсем не так мало. Обычно вместо ланды КХД есть что-то типа там массовой резонансы. Ну, грубо говоря, 1 ГФ. Поэтому в первом порядке Rp на 1 ГФ – это 1,7. Это большая поправка. Скорее, будет поправка второго порядка. Два процента, да? Тогда это будет. Два процента. Это единица. Это будет 2 сотни. Ну, будет 28. Ну, короче, надо с поправками разбираться. Поэтому все не так плохо. Хорошо. Что я еще хотел обратить внимание. Давайте возьмем электромагнитный ток. И мне теперь зуперзливый ток. Ну, я уже готовлю. И потом я сделал это. И потом я решил сделать это. Ну, тут гамма матрица, конечно. Гамма нет. Гамма нет. Вот это изоверка, знаете, это третья проекция изоверков, а это изоскалер. А вот этот ток, это изоверка с проекцией на третью ось плюс единиц, вернее, минус единиц. Запряженный будет с плюсом. Короче, вот этот член изоверка, его запряженный и этот, это три родных братика, мы уже об этом говорили. Это изоверкли. Поэтому есть связь между этим матричным элементом и матричным элементом вот этого. А этот не причем. Чтобы его убрать, давайте возьмем матричный элемент по братика и не трогаем. То есть по братика это выглядит так. Это свободный спиннер, братика. Да, это средний бобратон. А как иначе? Он же нейтральный электромагнитный ток. Он же не завяженный. Вот это называется электромагнитный фонфактор протон. Диратовский протон. А это называется Павлевский. Так называется исторически. Теперь по нейтрону. Тут при этом надо поставить и лишь П, и П это протонный фонфактор. Аналогично по нейтрону. Так вот, ну например, если взять нулевую компоненту, как обычно, если проинтегрировать по объему, это будет просто, как целый, оператор электрического заряда. Интеграл по объему, да, от него, это будет нулевая компонента, при Q стремящемся к нулю. Тогда это вылетает, а это будет равно заряду протона, то есть 1x. Аналогично, вот это будет равно заряду нейтрону. Теперь, если просто брать нервистемический предел, при маленьких Q, и раскладывать эти спинары, и посмотреть еще, например, взаимодействие, ввести внешнее слабое магнитное поле в взаимодействие амин, железо-магнитное амин. Это фотонное поле, это все. Ну и это все умножится на амин. Так? Теперь, если раскладывать начнем с пенори, и посмотрим члены первого порядка, по Q, какой-то и буртик будет с которым, магнитное поле, то получится, что F2 в нуле, это есть аномальный магнитный момент. То есть он безразмерный. А не угол, вот так как он, зеленый безразмерный. Аномальный магнитный момент. То есть у протона, это есть с 1,99. А у нейтрона с минус 1,99. Это экспериментарная часть. Вот это электромагнитная форм-фактора протона и нейтрона. Теперь, чтобы вот это убрать и связать с заражением, надо взять разницу. Протон минус нейтрон. Ну и, в общем, у нас получится, что я возьму. Вот это. Вот это. В нуле. Правильно. ИОФ1 протона в нуле. Минус. ИОФ1 и А2. ИОФ1 и нейтрона в нуле. Но это единица, это нуль. Это мы уже и раньше начали. Но тут новое состоит в том, что ИОФ2 в нуле. ИОФ2 протона в нуле. ИОФ2 протона в нуле. ИОФ2 протона в нуле. Минус Э2 не трону в нуле. А один из экспериментов известный. Это будет... 2, 3, 6, 3, 7, 8, 6. 3, 7, 8, 6. Нет. И3, 7. Надо слощить, что это будет 0, 1 замечаем. Скинь, 3, 7. Прость. Так вот, L2 в нуля мы знаем из сравнения с известными электромагнитными фольклами. А, и все. Поэтому, если хотите, здесь же еще раз напоминаю, передача Q и пульса в этой расходе очень маленькая, но говоря 1 мег. Поэтому, практически, они входят на факторы нулей. Разложение, поправка по Q на ленте Q на квадрат 10 минус 4. Так? Поэтому, если хотите, F1 0 1, F2 0 3 8, и хотя это дает 0, но по сравнению с этим, это дает порядка 1, а это 1 MF делить на 1 на 2 Г. Но, в принципе, эту поправку можно держать, и она есть, поэтому можно ей не пренебрегать. Ну вот, по теории это все. Напоминаю, что для аксиального тока аналогичный фолькфактор, который дает F2, аналог F2 аксиального. Фолькфактор, он доминирует с обионом вклада, и численно очень мощный. Ну, в прошлый раз об этом говорилось. Поэтому его-то держать, в том смысле, что аналогичная величина в нуле численно усиленно. Она равна. Вот это делить на MP2. Ну, вернее, вот так, но Q2 по сравнению с MP2 в этом складе очень маленький. Поэтому. А тут стоит. И это равно F2 аксиальное, делить на массу неудобно. Так вот, это очень большое число. Потому что масса бил на маленькое. А константа G2. Но, это большое число, оно порядка сотни. Умножается на маленькое вот это число. Это 1M делить на 1G. Это 10 минус 3. Поэтому, реально, это одна десятая. А это порядка единиц. Но одна десятая, это немало по сравнению с единицей. Поэтому его надо держать. Это аномально большой коэффициент. В смысле, величина F2 аксиальное в нуле. Это счёт лёгкого пивота. Но, это всё от контроля. Поэтому, можно удержать. Поправки уже остальные совсем маленькие. Но, вот это всё, что касается бета-распада биона. Тьфу, ну клона. Практически, например, константа Ферми, G-ферми, наиболее точно определяется из экспериментов по распаду миона. Мион распадается на электронные два нитри. Это слабая, чисто лептонная распадка. И там поправки на сильное взаимодействие идут только в высоком порядке. Под петлям они очень маленькие. Их можно как-то учесть. Советом они очень маленькие. Поэтому, неопределённость теоретическая там очень маленькая. А экспериментально измерено время жизни мионов очень хорошо. И оттуда. А больше там нет никаких Кабояши Москавы и так далее. Поэтому, оттуда константа Ферми вытаскивается наиболее точно. А, обращая внимание, во всякие полуэлектронные расклады входят вот эти вещи. Но они всегда умножаются на Кабояши Москавы. Вот тут стоит ВОД. Потом входит ВОД по амплету и константа Ферми. И дальше идут вот такие матричные элементы. Поэтому, даже если вы точно знаете матричные элементы и измерили ширину распада, вы находите оттуда произведение этого Кабояши Москавы на константу Ферми. Так вот, константу Ферми, если взять измерю распада, то тогда, поскольку бы этот распад измерил достаточно точно, и известен, вот из того, что обсуждалось с точностью, там тоже очень хороший, типа процентов, по крайней мере. То отсюда находится ВОД. Но это не самый точный способ найти ВОД. Есть еще более подходящие расклады, ядерные. Подбирают специальные ядра, которые тоже испытывают бета-излучение. Один из нейтронных внутри ядра распадаются, испускают гектонную пару и превращаются в протон. Но это внутри ядра, и там подбираются так, чтобы по возможности передачи куболой все меньше, потому что я уже не знаю, так называемые сверхопрешенные распады. Короче, там чистая достаточно вещь, можно выбрать такие ядра с такими квантовыми числами в основном состоянии, что матричный элемент по ядру будет вместо понухло свободное. И он вычисляется вот аналогичными соображениями. Изовектор начался. Но только точность там еще лучше, чем энерговыделение меньше. Точность лучше. Короче, оттуда находится произведение ВОД и константы Ферми еще с точностью лучше, чем в этой распаде методов. И поэтому оттуда ВОД находится наиболее аккуратно на сегодняшний день. Получается что-то типа ВОД по модулю 0,220, не помню, 2 что ли. С точностью третьим значимым. Это можно все конкретное число, которое на сегодняшний день. И даже может быть в particle data есть большой. Или в интернете можно зайти на сайт particle data group и там все можно отыскать. Поэтому я не буду на этом сосредотачивать. Пойдем дальше. Значит, надо сказать, что аналогом вот этому распаду нейтрона имеется целая куча распады гетерона. Есть целая компания близких родственников нуклона по СУ-3. Это актет барионов. Туда входит нуклонный дублет 2 штуки. Триплет сигма гетеронов, сигма ноль, сигма плюс, сигма минус. Это изобъекта по изоспинам. Дублет кси гетеронов, встречаем. Ксиномиси минус. И лянта нейтральная гетерона. 8 штук. Они по СУ-3 образуют актеты. Поэтому в пределе СУ-3 там на самом деле появляется только один свободный. Казалось бы, что в пределе СУ-3, если мы знаем распад бета нейтрона, то мы тогда можем предсказать все распады полуэлектронных гетеронов. И там можно укрывать. Но на самом деле там появляется один еще произвольный коэффициент за счет того, что даже вот внутри пределя там можно написать эти три инвариантные вершины не одним, а двумя способами. И поэтому там две константы неизвестны. Одна константа забивается, считая, что бета-распад нейтрона, мы знаем. Но нужно еще одну откуда-то забить. Это надо измерить два распада из этой компании. Но там кроме этого еще полтора десятка. Уже туда можно было бы сказать. Есть распады. Вот это без изменения странности распады. Так? А есть распады с изменением странности, когда вместо D-кварка там стоит S-кварк. И вместо V-U-D стоит V-U-S. Вместо косинус-кабиба стоит синус-кабиба. Так вот, с учетом этого, там целая куча, там, я не знаю, полтора-два десятка этих распадов гиперонов. Они все поверили. Ну, не с такой точности, как вы-то распады, но с приличной точностью. Проблема там с тем, как аккуратно учесть эти три нарушения. Потому что они, вообще говоря, могут быть значительно. Там 20 процентов, скажем, в принципе. На самом деле, нет на сегодня надежной такого расчета этих из-за три нарушений. Но опыт такой феноменологический в чем состоит? Вот мы написали, значит, три предели, например, все эти, там, полтора-десятка распада. Ну, например, есть распады между членами одного из-за мультиплет. Ну, например, сигма минус переходит в сигма ноль и испускает электонную пору. Это ток U-D. А есть распады с изменением странностей. Например, сигма, испускает электронную пору и переходит на углу. У сигма есть один из квар, и он превращается в углу. И сигма превращается в углу. Ну, и поэтому очень много там этих вариантов полуэлектронных распадов, как с сохранением странности, так и с несохранением. Они все померены. Если вы напишите эффективно все вот эти масличные элементы в эти три предели, повторяю, у вас будут две неизвестных константы, а все остальное будет толще. То есть вам нужно измерить два каких-то распада, и тогда остальных полуэлектронных полуэлектронных вы предсказываете. И даже, допустим, мы не делаем никаких учетов нарушений, а вот так в тупую взяли экспериментальные цифры из двух каких-то распадов полуэлектронных измеренных, и тогда предсказывают все остальные. Оказывается, что СССР почему-то работает здесь очень хорошо. То есть предсказания выполняются для этих полтора десятка с точностью, там, я не знаю, 3-5% не хуже, а могло бы нарушаться и на 20%. Вот, поэтому... Но это, как говорится, медицинский факт. Теория не гарантирует, что в этих всех полуэлектронных распадах гиперона будут так хорошо выполняться эти три предели. Ну, вот все, что можно сказать. Поэтому я больше об этом не буду говорить. Чтобы вы просто имели в виду, что вот внутри предели, там очень много получается соотношений, и удивительно то, как хорошо они выполняются на экстриме. С этим все. Переходим в качественно новом вещам. Ни гипертон, ни распад. Это, значит, эффективная низкоотерогия действия Лакранжан, которая имеет вид константа Ферми. Ток на ток. Вот теперь оба тока берутся кварковые. Лептоновый лак в 7. Ну, кварковый ток полный. Он включает 9 вершин. Пусть что там не диагональные Кабаэш и Москава всякие. ВУД, ВУС, ВЦС, ВЦД. А дальше ВЦВ там, ну и все три проколения кварков. И описывает распады, ну, один адрог, слабым образом распадаются, например, на два других адрога. Это дилектурные распады. Как правило, естественно, можно ожидать, как оно и есть, чтобы посчитать матричные элементы. Ну, например, скажем так. К минус и минус и ноль. Вот нелептонный распад. Качественно он выглядит так. К минус, это С антиУ. В конце нет эскварка, поэтому эскварка распадается и превращается в У. Тут идёт сюда другой В минус. Он даёт Д антиУ. Например. Вот в конце получается четыре кварка. Из них надо сделать два пимизона. Ну, качественно, например, вы говорите, вот это отдельно. Асквартиризовывается и превращается в минус. А этот превращается в минус. Есть такой футбол завета. Понятно? Ну, вот вам пример нелептонного распада. Но на самом деле, вот этот матричный элемент двух таков, в этом случае, он выглядит так. Один ток превращает СУ. 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 и вот мы стянули точку и получили локально, ток на ток наш эффективный выгрыжал, он уже четырёхкварковый вот вершина четырёхкваркового, вот они четырёхкварковые и они как-то, вот они, раз, два, три, четыре оператора и надо вызвать такой маточный элемент так вот то, что тут написано, это называется приближение факторизации когда я беру вот эту пару, УД раздираю и пускаю на один минус а осталось, что там? Пиноль УС Калини нижняя часть вот это отодрагивает и оно проводится в приближение, а оставшуюся часть даёт переход к обмену спинок Сильное взаимодействие то есть, какие есть тут морально обмены глионами вот есть, например, обмены глионами внутри этого УД они все вошли сюда, внутрь этого тока поэтому их мы не потеряли, они здесь скрываются так то же самое есть обмены глионами вот тут и здесь мы их тоже не потеряли, они скрыты они тут задержатся так а потеряли мы обмен глионами между вот этой парой Кларк и вот этими мы пренебрегли вот такие понятно? вот это мы пренебрегли когда они обмениваются глионами вот эта пара Кларк с остальными нижними то есть между этим и этим вот чем мы пренебрегли еще раз повторяю это Гаттенберговские операции поэтому внутри них публионы все очкины то же самое здесь а вот между ними мы разограли и пренебрегли это и называется приближение факторизации так вот в Камезонах это плохое приближение потому что здесь все низкоэнергетическое масса Камезона 500 мл порядка ланды КХД и поэтому все эти глионы константа связи порядка единиц КХД все энергии низкие взаимодействие действительно сильное никаких оснований чтобы работала хорошо факторизация нет другое дело если мы возьмем несколько НК Б то вместо С будет Б квар так и тоже будет распад например Б минус и минус и н вот по такой картинке тут ситуация моральная намного лучше потому что тяжелая Б распадается на вот этих три кварка Д ГУ и все три очень энергичные ну каждый там я не знаю пять делить на три почти два евро у каждого энергии так тогда морально об основании факторизации состоит в том что вот эта пара если ее взять в бесцветном состоянии она уже слабо взаимодействует она очень энергичная быстро улетает и если она находится в бесцветном состоянии то есть синглет по колору то тотально слабо взаимодействует с оставшимися тоже синглетным состоянием а главное что она очень энергичная быстро улетает и не успевает толком взаимодействовать и вот тогда приближение факторизации в этом асимтотическом пределе когда масса бакмарка стремится к бесконечности оно будет выполняться ну на сто процентов поправки будут по единице на МП то есть для бомезона приближение факторизации по идее имеют поправки типа лента ГХД на МП они достаточно маленькие и оно должно работать довольно хорошо а для чем легче кварк тем хуже все это будет работать это общее качественное соображение они вполне выполняются есть вопрос как всегда только точность это же символические параметры да я могу здесь получить и так это же на глаз невозможно это 1 ГФ это 5 ГФ это 20% поправка это уже не мало даже для 5 ГФ поэтому весь вопрос вращете по праву а для КАМИ зона когда тут все энергии порядка там 150-200 МФ вообще нет оснований чтобы фокторизация хоть как-то работала тяжелая ситуация поэтому мы в основном будем заниматься Б-распадами там используют приближения фокторизации для оценок ширин распада в БМИ зона и это довольно разумное приближение так скажем всех людей можно теперь заменить на ЦКВА он полтора ГФ полтора ГФ не так мало но конечно и не так много и поэтому для распада в ДМИ зона приближение фокторизации работает в общем не важно а если вместо У и СТЕКС то есть будет остаток это процент ну тут формально что важно чтобы вот эта пара была очень энергичная и улетала поэтому тут 5 ГФ тут СКВА полтора ГФ формально если вы скажете очень большая масса В-С тогда все будет работать вот это важно энерговыделение чтобы конечные частицы и прежде всего вот эта пара чтобы они были очень энергичны короче мы будем рассматривать вот такие расклады B в D D D D D D D D D вот как раз нарисовал тут факторизация и тем не менее очень неплохо работает могу заранее сказать а без факторизации вы понимаете чем хороша факторизация матричные элементы такие одночестничные мы просто знаем из распада в люминю мы его знаем а этот матричный элемент он входит в полуэлектронный распад это видно так мы его оттуда тоже можем вытащить поэтому как только мы расформулировали этот четырехкварковый администратор попал то что получается уже можно вытащить несоответствующим простых распада или чистоэлектронных или полэлектронных потому что тут один тон и тут один тон вот в чем преимущество и вся проблема в том с какой точностью будет работать это приближение факторизации вот это общая схема с которой мы говорим куда мы будем двигаться теперь детали технические они начинаются я бы сказал с неожиданного для вас вместо это и смирились какой смысл вот этого эффективного лоржан который написан в каком плане какой смысл значит и вот что откуда он у нас на самом деле исходный лоржан выглядел так ну для заряженной дубль тут стоял аж на два корня дубль в заряженный ну например минус и тут стоял ток ну например значит тогда торт будет заряженный на плюс что будет пусть ртой плюс все остальные восемь там слагали вот на самом деле наш исходный лоржан лоржан мы его взяли во втором порядке свернули дубль в точку свернули и получили ток на ток в пределах когда соответствующие энергии импульса намного меньше массы в что в общем само по себе выполняется конечно хорошо в чем проблема проблема в том что петлевые поправки дают всякие логарифмы зависящие от энергии от того на каком масштабе энергии вы работаете а какие области энергии вы уже проинтегрировали и включили в параметры уренжа поэтому на самом деле вот пока дубль в еще живой то есть пока логарифм у нас вот в таком виде то есть я позволю какую-нибудь поправку от обмена глионами потому что это главные поправки по обмену фотонов или еще одним дубль в они маленькие в любом случае качественно обмены фотонов также ведут себя как обмены глионов но константа связи у них маленькая поэтому мы их не будем обсуждать главная поправка это глионные петельки в теории возгустения так вот если посмотреть на эту петлю тут входит раз два три четыре пропагатора и если посмотреть на ультрафиолет вот эта единица на к квадрат эта единица на к квадрат и два фермиона каждая единица на к в пределе больших к к это ипульс интегрируем по петле поэтому у вас внизу 6к а вверху д4к и поэтому все сходится и ультрафиолет не играет роль но если вы это стянули то это выглядит вода то есть вы заменили другой пропагатор на констант он был вот такой а вы его заменили возгустим это правильно в пределе малой больших к конечно так делать нельзя и тогда вы зарабатываете и имеете густарную расходимость тут будет единица на к и единица на к квадрат логарифмически расходящейся вершине и эти эффекты надо учитывать то есть если я вот эту поправку высчитаю то она имеет вид g квадрат сильная на 4пи это будет квадрат это nfs на пи 1 тверстой логарифм скал максимальный для которой весуя а снизу будет обрезаться или характерными энергиями этих квадрат или их массами микрокрасные обрезатели ну что больше то оранжевые обрезатели ну я условно написал как нижние это какой-то микрокрасный обрезатель или это масса кварка или это его виртуальности энергии или что-то в этом важно что это большой логарифм по определению вот я интегрирую эту петельку и она имеет вид логарифм вот вот этот логарифм по определению он может быть большим и поэтому даже если альфа маленькая то это произведение вполне может быть порядка единиц поэтому эти логарифм надо пересумировать но вернемся сюда вы видите на самом деле к максимально это масса в потому что когда я имею к порядка массы в я должен вот этот квадрат оставить уже нельзя делать такую замену и тогда эта точка раздвигается и превращается вот это превращается в это а дальше интеграл тогда будет сходиться потому что он дополнительно будет иметь множитель я пишу в чтобы не дергаться вот этот множитель при каком большей массе W начинает давить и никакого логарифма точно уже не набирается поэтому реально те петли те расправки которые дают большие логарифмы эта область интегрировать от массы W и до 0 вообще говоря ну тогда в этой области это единица поэтому задача выглядит так изначально мы должны задать наш логарифм все параметры на масштабе W массы W после после этого ну потому что еще раз повторяю а тем вырывает до бесконечности петельки логарифм не дают и они маленькие и во всю все это внушено эффективно на граждан поэтому то что здесь пишется исход набор должно пониматься с учетом направл что вот это константа G на масштабе массы W это операторы полей определенно канонически нормированы на масштабе массы W то что понимается по словам что мы задали теорию на масштабе массы W вы можете ее задать формально на исходной точке нормировки миллионки как ультрафилетное обрезание но от миллиона до массы W это пустой промежуток там ни одного размерного параметра нет вы всегда можете его проинтегрировать и только начиная с массы W начинает меняться вид пропагатора это заменяется на это поэтому это всегда тупой промежуток ибо называется что мы уже его проинтегрировали эти петли в этом интервале и написали что получится для Лагранжана на массе W вот получится такое это еще раз повторяю это константа как число это она же тоже логарифмически может меняться она задана на массе W и эти все операторы имеют кинетические энергии с коэффициентом гонолических единиц и определены на масштабе в массе W наша задача проинтегрировать ниже можно вам спросить что-то замутался в начале было сказано что движение факторизации работает это вопрос низкий конец потому что на этом масштабе о котором мы сейчас обсуждаем 80 гэв масса W всякие массы кварков полтора 5 гэв это мелочь понимаете мы сейчас сидим высоко и в этом приближении все кварки без массы поэтому приближение факторизации например даже для B-мезонного распада это масштаб энергии 5 гэв всего лишь а мы сейчас обсуждаем от 80 например до 5 вот этот интервал в этом интервале интервал поинтегрируем по пустому пристранству в этом интервал В этом интервале все кварки могут стать безмассовыми И вот эти линии внешние имеют энергию и импульс тоже меньше, чем в бомезоне В бомезоне кварк, его основная компонент от импульса, это его энергия в системе покоя А трех импульсов у него маленький Короче, в этом интервале все, что стоит в петлях, это эффективно без массовой кварки и клевыми Пока вы интегрируете ACMW и не уткнетесь внизу, ну например, в массу байкварка Вот этот интервал, который нам нужен Он пустой, физически пустой, я имею ввиду Мы хотим про него проинтегрировать и написать эффективный организм прямо на той массе Где уже начинают сказываться параметры внешних концов Масса этих варков или их импульсы там, чего угодно Ну что-то такое, которое меняет поведение Вот сейчас о чем идет речь Почему мы раньше этого не делали? Потому что у нас были или Чисто электронные процессы, там вообще нет в любом Ну только в высших каких-то, в петельках маленьких Или полуэлектронные процессы А в полуэлектронных процессах один только был в Варкове, другой был электронный И поэтому как оператор по отношению к сильному взаимодействию Это был всего лишь буксистичный оператор Ну типа, например, У-сверто и Гамамю-де Двухварковый оператор Эти операторы сохраняются Ну, например, если это легкие кварки, так и говорить не вечно Ну, например, чисто векторный ток То не Му-свертое, то не Д-свертое, не важно сейчас Это точно КХД-свертое уравнение Для Газенберговских операторов И вот эта малыш Она неизбывная уже Поэтому, как говорится По отношению К самому левой части Если тут масштаб какой-то, например Масса W То в этот масштаб тоже масса W А тут лишняя размер Тут четыре размера И тут четыре Но эти четыре складываются из этой Единицы и этой тройки размера Так вот тут будет масштаб Масса W4 А тут будет масштаб Масса W3 А тут будет масштаб Кварка, которая отрыгала Разность масштаб Три мэра Поэтому Эффективно Учет масштаб Кварка Что эти токи не сохраняются Это очень маленький эффект Практически при всех энергиях В данном случае Конечно Если у вас ток Типа Б У То у вас Разность масштаб Уже большая Это будет МВ минус МУ 5 ГЕВ Поэтому Если у вас Вы спускаетесь На масштаб энергии Порядка 5 ГЕВ Тем более Нише Конечно То что дивергенция Не равна нулю А пропорциональная масса Кварка Уже 100% Эффективно Но если вы сидите На масштабах Вот эти То масса Обычно Маленькая По сравнению Энергией Которая То есть Я так чему говорю К тому что На высоких энергиях Намного Больше Массы Кварка Вот эта Маленькая Попровка Это можно заменить На нулю И тогда Токи сохраняются Даже если Это тяжелый Кварк Но энергия нужна Больше Массы Кварка Тогда он эффективно И идет Как безмассы А сохраняющийся ток Можно посмотреть Например Пример сохраняющийся ток Это электромагнитный ток Вот Электромагнитный ток Вот Например Где там Электромагнитный Электромагнитный У вас там Не ЕВС и Вместо Д Вместо Д Вместо Д Вместо Д Не понял Так у вас Вместо Д То есть Вместо Д Вместо Д Ну ясно же по смыслу Поэтому Ну что Перебивать меня Это Это Описка Ребят Да Ну вы Это Имейте А Ясно что это Я Было Д Я забыл исправить Если вам это понятно Не надо на это Обращать внимание Меня Перебивать Я потом Начинаю вспоминать На чем я остановился Поэтому еще раз спрошу Если у меня Трегальные какие-то Описки Имейте сами Это ввиду Если это не влияет На дальнейшее То Не надо на этом Заострять внимание Так вот Известность Электродинамики Это пример Электромагнитного Сохраняющегося тока Дивергенции Дивергенции Просто равны нулю Если я начну Приму считать Поправки Например Однопитлевые Вот есть поправка Такой фотонной Петельки Такой фотонной Петельки И поправка Вершины Если посмотреть В сумме Какая Накачивается Перенормировка За счет этих Каждая Поправка Дает Логарифм От верхнего Обрезания Миллион гиг Скажем И до нижнего Ну в данном Случае Скажем Если Отделиться на Массовую поверхность До массы электронов Но в сумме Они сокращают Друг друга Полностью И поэтому В итоге Перенормировка Сохраняющегося Векторного Тока Вот Если я Имею этот ток А первое Заданное На масштабе М0 Равно Миллион гелл Теперь я хочу Проинтегрировать Все фотонные Петельки От миллиона гелл До массы электронов Полметра Так вот Результат Весь Сведется к тому Для электронов Для вот этого Оператора Они все сохраняются И он переходит Сам себя Это я думаю Вы должны знать Что Сохраняющиеся Ток Не перенормироваться А? Я не могу Это каждый раз Даваться Постороннее объяснение Мне только Нужны были По динамике Проходить Поэтому Я это беру Как известно Оно Действительно Всем известно Так вот Это все Относится И к нашим Токам Даже если Они точно не сохраняются Но Но Если речь идет О поправках Как На масштабе Где они Эффективно Безмассовы То есть На масштабе Энергии Намного больше Чем Массы Массы Эффективно Сохраняются То есть Поправки За счет Массы Это Степенные Малитет поправки И практически Константы Перенормировки Если Проинтегрировать По этому Интервалу Энергии Намного больше Массы Кварка То Константы Перенормировки Будет Единица И К этой Единице Поправки Будет Массы Делить На Большой Масштаб Энергии Которые У вас Фигурируют То есть Ей можно Принимать Вот Поэтому Если Речь шла О полуэлектронных Процессах Где Входил Один ток Электронный Который Вообще Не взаимодействует С глионами А Кварковый Входил только Сам Один ток То есть Я проинтегрирую Вот это Теперь Кварки А Это Хривочек И Все Эти Просуммировки Которые Перенормировки Теперь Международного Тока Но Все Интегралы Попетля Войдут От Массы До Массы Б И Тогда Они Все Сократятся И Этот Оператор Все Проинтегрировали Поправки Клиона До Массы Б Кварка Они Все Сократились И Он Остался С коэффициентом Единицы Как и бы Вот К чему все Случится Поэтому На полуэлектронных Распадах Все Эффекты Не дали никакого Эффекта И мы На это Не обращали Внимание Но На Электронных Все Не так Потому Что Это Четырехварков Оператор И Его Растащили Чтобы Было Понятно Вот Тут Между ними Мы Востянули Но По структуре Свертки Всяких Интерсов Это Один дом Умножить на другой Вот Один дом Вот Второй Тут Есть Поправки Двух Внутри Дома Это То же самое Что Это Они Все Сократятся И Внутри Этого Они Сократятся Речь идет Современно Волность Энергии Намного Больше От МВ До Нижнего Предела Которые Больше Чем Масси У всех Кварков Участвующих В данной Вершин Вот Эти поправки Все Сократятся А Останутся Поправки Вот Такие Которых Не было В полуэлектронных Процессах Ну Ну Там Один Ток А теперь Вот Эти Останутся Мертвы Мертвы Понятно И они Не сократятся Вот Их надо Учить Они дают Изменения Коффициент Эти Эти Логенжен Теперь Давайте Обсудим Во что Это может Вылить Во что Еще раз повторяю Речь идет Мы хотим проинтеррировать Пустой интервал энергии Для каждого данного процесса Флейвера Он разный Интервал Верхний Вмедел Тмвв Выше которого Логарифм не заканчивается А нижний предел Тут будет стоять Масса того кварка Ну который в вашем Процессе участвует Если там нет Б кварков А есть только С Можно тернуть До полтора гева Масса С Понимаете Если там не Б ни С Нет А только Камизон Это С кварка Так можно делать До гева Например Гев Это масштаб Где теория Возмущений Расчеты По Диаграммам Теория Возмущений От глиновых печалек Уже перестают работать Константы связи Становятся большие Почему Я не могу Тянуть массы С кварка Или у кварка Сегодня МФ Я должен Остаться на геве Где уже дальше Теория Возмущений ГХТшная Не работает Так Ну поэтому Речь идет Вот о чем Но вы понимаете Это я посмотрел Отдельно Есть петельки Внутри тока А есть петельки Между токами Но Только Однопетлевые диаграммы Есть отдельно Такая петелька И отдельно Такая А когда у вас много Петлевые диаграммы Это все начинает Перепутываться Когда у вас Три петли Одна петля Внутри этого Другая между этими А третья между этими Вот так вот Все перепутывается Это все Надо Раскрепывать Поэтому Вопрос стоит Так Вот у нас Есть Бордновский Вид Вот Вот Это Наш Четырехварковый Оператор Теперь мы начинаем Как всегда Сделать То Что надо Усчитывать Вот эти все петельки Между этими Между этими Четырехов Концент Много Во всех порядках Хотим просим Но эффективно Во всех этих петельках Интеграл пойдет В вот таком Интервале Ну я уже об этом Говорю Что сюда ставить Сюда ставить Самую большую Массу Из тех кварков Которые участвуют В вашем конкретном Куске Лагража Я буду говорить На примере Б-кварка Который самый тяжелый Поэтому интегрирование Идет от МВ до МВ Но если Б-кварка нет А самый тяжелый С-кварк То можно тянуть Сюда МС Снизу И так далее Пока Кварки Пока можно Принимать Массу Всех Кварков В этих петельках Понятно? Так вот Рассмотрим Так вот Рассмотрим Кроме того Это же не просто глионы Внутри глиона Можно ставить Манковые петли Манковые петли Это все Это все Это все Это все Массу Внутри Внутри Массу Внутри есть безмассовый, поэтому какой-либо флэвер не важен вот на 3 столбах свёрнуто по колору это колорный синдрей это колорный синдрей гамма-милл большое это гамма-милл нормальная единица минус гамма-т что короче, бесит то есть они все у нас левые которые взаимодействуют с заряженным W для Z0, если будет надо обсуждать там есть и левые и правые мы сейчас обсуждаем заряженные точки там только левые так вот спрашивается вот у меня этот оператор вот эти четыре кварковых ноги и я хочу пересуммировать все эти беденочки все безмассовое в нужном интервале нам по энергиям это пустой интервал в смысле все пропагандеры безмассовые спрашивается во что может превратиться во что может превратиться вот этот оператор флеймор я задал я возьму на явности вообще разные флейморы Чтобы все было, если тут вот этот, возьмем, например, СССР, чтобы все четыре флеймера были разные. Я к тому, чтобы, ну, нельзя было эту пару линий замкнуть друг на друга и превратить, например, в двухварковые пираты. Понимаете, что когда у них разные флеймеры, это не проходит. Это яснее всего. Так что лучше на этом при береге. Поэтому будут только вот всякие такие петельки с обменами глионов и еще внутри каждого глиона можно наставлять его поляризацию макуума там и все что угодно. Но все это будет от злой горы проходит насквозь. И спрашивается, какой афератор после этого может получить по своей структуре? О чем идет речь? Речь идет о том, что все четыре кварта не будет. Так? Спрашивается, когда учел такие поправки, могут появиться правые кварты? Первый вопрос. То есть, вот это, ну давайте мы еще так обозначим для язвы. Это будет N-лю. А есть R-лю. Вот если тут стоит N, то он держит их небо. А если тут появится R, так они будут правы. Если появится такая самоматричная структура. Поэтому спрашивается, если я начинаю в Борноском приближении, вот с этого, который весь левый. Вот он у нас на масштабе массы W, все левые. Учел пикенки и эффективно получился какой-то оператор, из которого тоже торчат эти четыре флевера. Но там внутри чего-то бегало, чего угодно, из глиона и в виде квартала. И оно может изменить структуру эту. Как говорится, в смысле левое заменить на правое. Так и еще чего-то оно может там поменять. Например, пара где была бесцветной, в Борноском приближении, а может цветной. И еще где угодно. Вот о чем идет речь. Поэтому по очереди. На Борне все были левые. Вот появится врага. Первый вопрос. И что? Что народ думает на это все? Почему? Идея правильная. Только осталось ее, так сказать, обосновать. У нас те кварки безмассовые. И как и дешевый награждан, для безмассовых кварков, он выглядит вот так. Взаимодействие любого к лампе с глионом. А массы нет. Тогда его можно расписать. Левое плюс правое. Это точность. Это точность. Что же так? Пишем. Пишем единица. Равно единица минус гамма-пять пополам. Левое плюс гамма-пять пополам. А вершина здесь стоит гамма-мю. Слева. Умноженная на единицу. Я эту единицу вот так расписываю. И разбиваю на левое и правое. Но оно выглядит вот так. Они не индустрируют. Поэтому левое живу своей жизнью, правое живу своей жизнью. Оператора типа ВСИ левая, ДС шляпка, ВСИ правая, нет такого. Это точность. Поэтому, если у вас входили левые гвардии, то сколько бы они обменивались глионами, они никогда не пролетятся вправо и останутся все левые. Вот первый результат. Поэтому, ну и флеворы. Конечно, от глионов флеворы изменить не могут. Поэтому все флеворы останутся и все останутся левые. Вот это первый результат. Сколько бы я там не обменивался глионами в пяти. Что еще может измениться? Ну я спрашивал, что Лоренс тоже не нарушает. А что может измениться? Значит, у меня останутся такие же флеворы четыре левых гварда. А что еще можно тут изменить, чтобы оператор все-таки стал другим, чем он был? Колор. Леоны переносит колор. И они могут его перебрасывать так, но он примерно. Если эта флевора была бесцветной и спустила глион, то она стала в цветном состоянии. Глион наносит колор и приносит. Это одно и то же. Поэтому по колору можно обмены глионов перестроить как угодно. На что тут вообще можно сделать по колору в общем виде? Надо открыть колор. И написать, например, И Ж Я теперь рулится, не пишу. Уже выяснили, что они останутся все левые. Поэтому это будет регулировать. Следим только за колором. Тут будет С К С Л Я пишу У кварков индекс колорный верхний, у анти-кварков сопряженный низ. Чтобы было ясно, да? Я просто открыл все четыре колорных индекса кварков. И человек говорит, а это все надо свернуть в колорный синглет. Лаграджан должен быть синглетом. Как можно это сделать? Могу свернуть из Ж НСК. Получится то же, что и было. Вот это. Синглет. Что еще можно по синглету сделать? Можно свернуть Вот это сейдж. Синглет. А этот тогда сейдж. Так. Это будет оператор типа У Гаммю С С Гаммю Д Вот это синглет И это синглет. Но это уже другая структура, чем была. Колорак Развернуть На самом деле На самом деле Он может превратиться Он может превратиться В комбинацию В комбинации Из вот этих двух Если мы возьмем это за незамисимые два Можно вместо них взять, например, сумму и разность. Понимаете? Это вопрос выбора базиса. На незамисимых всего два терратора Четырехквартовых таких Левых И поэтому Общий вид будет у меня не так Что если я проинтегрирую Это в дубль В До некоторого Мю ноль Назовем нижний предел Обязания Это тот интервал В котором все наши Входящие И все безмассовые То тогда Эй Эй Эсективный На мю равном Мю ноль Намного меньше Масса Не будет Больше Порядка Ну я не знаю Как это обозначить Масса кварт Максимальная Масса квартка Из тех четырех Которых У вас В этом операторе Есть То Он будет С1 Назовем этот оператор О1 А вот этот О2 О2 О3 О2 О3 О1 О3 О3 О2 О2 О1 О2 Так смысл, что вот эти операторы, которые были определены на масштабе МВВ, если посмотреть его Фурье, то в этом операторе Гвардия имели импульсы от МВВ ниже, до нуля. А мы проинтегрировали по всем импульсам от МВВ до МВВ, и поэтому те операторы, которые остались, они более мягкие, у них Фурье гармоники только от МВВ до нуля, а этот интервал между этим масштабом и этим мы проинтегрировали, и все это свелось с появлением вот этих коэффициентов. В Борнском приближении это было единица, это было ноль коэффициентный, а теперь они оба как-то отличаются от Борна. И операторы отличаются, но на вид они обычно не пишут люди всякие шляпки, да? Но об этом надо помнить, что это мягкие операторы, их осталось доинтегрировать по петлям от МВВ до нуля, а это были более жесткие операторы. У них были Фурье гармоники, импульсы кваркова, бегали от МВВ до нуля, и мы кусок самый жесткий проинтегрируем, от МВВ до мяной. Так вот, люди это все проделывают. Я напишу ответ, который получился приближение ведущих логарифм. То есть, когда на каждую глионную петлю, на каждую степень альфа-с пошел один большой логарифм. Там нет дважды логарифмических вкладов. Каждая петля дает одну степень альфа-с по определению и дает один большой логарифм. Это вклады вот такого типа. Альфа-с на пи, логарифм от МВВ до нижнего предела мяной. Вот что мы осуммировали все такие вклады. Если у нас МВВ, то выскочит вот такой добавка к единице. Это называется приближение ведущих логарифм. Потому что это член альфа-с степени М. И при нем МВВ, что в логарифмах. Это называется ведущие логарифмы. А есть члены, когда альфа-с степени М, а логарифмам на единицу меньше. Н минус 1. Это меньше член, чем ведущие. Это называется первая неведущая логарифма. И так далее, и так далее. Так вот, я напишу ответ, который говорит просто, когда пересумировали все ведущие логарифмы. Паринар-группе. Ответ сделался в следующий. То вот эти два оператора, на самом деле, с учетом петель, они не переходят просто сами из себя, умноженные на коэффициент C1, C2. Это не так происходит. То, что называется, переходит сами из себя, когда оператор выезжали, проинтегрировали, он перешелся от себя, накачался на него какой-то коэффициент. Такой оператор называется мультипликативно-ренормируемый. Я думаю, вы это знаете. А если он переходит в смесь, то он не мультипликативно-ренормируемый. Но всегда можно выбрать, если мы разобрались на таком качестве, то можно всегда выбрать в качестве базиса оператора мультипликативно-ренормируемый. Так вот, это не есть операторы, а их сумма и разница. Вот эти операторы, если по ним проинтегрировать по интервалу, они переходят сами из себя. Вот так это выглядит. Вот это мультипликативно-ренормируемый оператор. Ну и коэффициент выглядит так. Я тут нулик сниму с обозначения. Это просто нижняя точка мультиплика. Я могу ее взять, какой захочу, лишь бы она была такая, достаточно большая, чтобы все кварталы в музыкальных гиги можно было считать без массы. И энергии внешние должны быть тоже такие, чтобы ее можно было пренебречь по сравнению с импульсом К, бегающим по беду. Ну и поэтому, естественно, если, например, у меня верхний предел до болевая 80 гигг, то я могу проинтегрировать по кускам, если мне нечего делать. От 80 до 60 гигг, да? И тогда мю будет 60 гигг. Это тоже можно делать. Но это бессмысленно. 60 еще пустое место. Надо интегрировать, например, если у вас не до квадрат, до 5 гигг. Понятно? Но нет смысла. Но формально мю любое подходящее нижнее обрезание. Поэтому я на нем нолик не буду рисовать. Это нижний индекс. Если я проинтегрировал от МВ, то мю. Хотя мю может лежать в любом интервале между массой МВ и массой, ну, например, б-гвардка, да? В любом интервале. Это мю может быть 10 гигг, 15 гигг или 5 гигг прямо дотянуться до упора. Так вот. Конечно, реально мы интегрируем до упора, но нет смысла оставлять еще кусочек не заинтегированный, пустой. Поэтому. Но формально это выглядит так. Если бы остановились иначе каком-то мю, то есть, b0 это коэффициент первой пи-дребой сосуд. Это личный. Значит, этот первый коэффициент провязанных. Это число пола, а это число безмассовых флэйверов Безмассовых флэйверов в том смысле, что когда вы интегрируете по данному интервалу то масса кварка меньше нижнего предела, ее можно пренебрить А если я буду интегрировать от МВВ до 1 ГЕВА, а у меня там есть 5 ГЕВА то начиная с 5 ГЕВА, я уже не могу пренебрить Тогда при энергиях меньше, чем масса кварка, он вылетает Его петли замороживаются и дают малую степенную поправку Поэтому в этом году стоит число, эффективное число тех кварков Масса которых меньше интервала, меньше нижнего предела Чтобы они были эффективны без массы Например, если я буду интегрировать петли, где бэк-кварки не фигурируют, как валент Вот, например, здесь нет бэк-квартов для этого операции Я могу интегрировать до массы С, полтора ГЕВА Но вот тут петелька, например, есть петельки от виртуальных бэк-квартов Понятно? Но, когда вы по импульсу Х пойдете ниже 5 ГЕВА То эта петелька заморозится и ее вклад вырубится Он слишком тяжелый уже, при энергиях ниже Его масса и он ничего не дает В электринамике то же самое Если вы смотрите вклады электронов в поляризацию вакуума То на энергиях хатона ниже массы электрона Эта петелька заморозится и она больше не эволюционирует Электрон становится тяжелым и заморозится Так, так вот в нашем случае реально Сноркового тройка А когда у меня энергия Ну опять же Если у меня самый тяжелый здесь есть бэк-кварт То здесь будет стоять масса Б И тогда сюда в качестве безмассовых эффективнее Входят все, кроме Т-хварта, которого масса еще больше, чем W Он вообще так не гуляет Это будет U, D, S, C, B Пять флэверов Сравда, пока и пойдем А если я хочу доинтегрироваться до массы С То нужно два этапа делать Первый этап от MW до 5G Где вот тут мы с ней петелька А второй этап от 5G до 1.5G Которая есть масса C-кварка Когда B-кварк вылетит, то тут мы с ней четверка Понятно? Я думаю, эти детали вам на самом деле не нужны Ну, как говорится, раз уж об этом Нет, понятно, на какой массу, в чем мы говорим Ну, как говорим, на самом верхнем И... Я и... Я иду, это... Надо истить О нижней массе Верхней у нас всегда масса W Это... Да, по массу C-квар Нам бы какого-то петель все-таки надо Это зависит от того, какой операций С какими словами вы хотите К нему найти расправки Если вот тут будет стоять, например Например B U Да? Ну, только надо наоборот Б с ограженным У Вот такие флеры Вот хочу подойти поправки К такому операцию с такими флеры Так вот тут самый тяжелый B Так? Поэтому я могу только проинтегрировать От M до W до 5G До массы B И все Дальше будет уже все по-другому Потому что Внешнее линия с байкварком уже Его масса здесь внутри начнет все менять Все пропагаторы Поэтому Я буду интегрировать от M до W до M до W И у меня будет в этом интервале 5 безмассовых флеверов U, D, F, C, B На 5G надо остановиться Потому что вот эти формулы уже не работают Там дальше другое решение Если же У меня в операторе нет байкварка А вот такие флеверы C, например Да? То морально я могу интегрировать до M до 1,5G На это надо делать два этапа Первый этап От M до W до 5G Когда байкварк еще эффективно без массы И тут будет стоять Вот этот коэффициент до 0 В нем здесь вот это Сло будет равно 5 А теперь будет еще отдельный интеграл От 5G в массу B до 1,5G в массу C И тогда байкварк вылетит И будет аналогичная формула А именно αS Нижний предел Это будет 1,5G Верхний предел будет 5G И здесь будет стоять И здесь будет стоять Наполевание Ну С волной Я не знаю как ее познать Где Тут будет уже не 5 число, а 4 Байкварк уже не работает Понятно? Верхний предел Этот коэффициент Проинтегрирован от массы W до 1,5G Есть произведение вот этих двух факторов У них чуть-чуть меняется это число Понимаете? Вот только в этом лечь Это не плохо есть 100 Понимаешь? Не какой-то сильный эффект Хорошо Это C- Так выглядит В приближении и пересумевании Обеточных лагерей C- Блюз Равене 1 На корень 100 Вот Весь ответ Да Поэтому Что надо сделать? короче c1 равно c плюс прибавить c минус c2 равно c плюс объять c минус надо взять исходный оператор о1 и он равен о плюс прибавить о минус пополам вот так его записать после этого эволюционируем и о плюс умножится на коэффициент c плюс о минус умножится на коэффициент c минус потом выставляем обратную формулу что о плюс минус равна большему и переводим назад в это двойки наверно выскочат не знаю у меня написано без двоя ну можете проверить можете выскочить не какое-то время тратим так что видно альфа s чем больше в эту жилье масштаба мерки тем оно логорисмически падает поэтому это альфа внизу меньше чем альфа вверху это видно это число больше единиц поэтому c минус большое число но это формально считаю что логорифм очень большие теперь реально если я остановлюсь снизу на бэкварке 5 герк то числа будут такими что тут значит c 1 на масштабе mb 5 герк это где-то 138 ну это типичная характерная цифра чуть-чуть плюс минус туда-сюда сейчас не обсуждаю то есть смотрите что получилось бординское приближение это единица а это 0 за счет раз поправок вот что превратились не бог есть что как видите не в 100 раз и не в 10 раз и даже не в 2 раза не изменились вот к чему это сводится что раньше это было 0 на масштабе массы w а это было единица а теперь они стали вот такими ну если это на b если дотянуть ниже и вам нужно для цикварковых операторов до полтора года дотянуть то они конечно эффекты эволюции увеличиваются а странно что неправильно это смеешь что а конечно неправильно тут меньше тут совсем маленький 12 процентов так а если тянуть дальше то конечно постепенно чем больше интервал по которому мы проинтеррируем тем сильнее нарастут эти отклонения отборно значит для цплюса тьфу тянуть куда бы ты написал тьфу 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 на если тянуть до массы тьфу 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 Ну, если от полтора гева масса С, дотянуть до одного гева, если у вас нет цикварка, а вам нужно для комизона, где только самый тяжелый С квад в операторах, остальные уйдут, то там уже от полтора гева до гева, мало что, чуть-чуть еще дальше. Когда пойдем вниз, по мотору они нарастают, этот от нуля увеличивается, на массе W он 0, на 5 гева он минус 0,3, на полтора гева он уже минус 0,5. Этот тоже, от единицы отклоняется все больше и больше, но он медленнее, он тянет, ну все, что тут скажешь, такие цифры. Это что касается того, как будет выглядеть лакринжан, например, мне нужно описывать неликтонные расплаты B-мезона. Зачем я напишу лакринжан, заинтегрированный по пустому промежутку от 80 гев массы W до 5 гев массы B. И он будет выглядеть вот так. Где только здесь у нас будет стоять B-квартир, например, с теми лейворами, которые вам нужны для описания данного распада. Например, B-F-P-P, да? Это будет, один тон будет B-у, другой будет M-D. И вот такие у вас лейворы один будет стоять. Понятно? Ну и будет выглядеть, чем отличаются эти два оператора. У них колор по-другому степени. Один из них, когда пара B-D бессветная, а второй, когда пара B-U, например, бессветная. Ну колор перестегнут просто двумя разными способами. Вот и вся разница между O-1 и O-2. Ну и коэффициенты вот такие, как они будут. Вот к чему эта вся история сводится. Эффекты, вообще говоря, не маленькие. Даже для B-мезона, вы видите, это там, я не знаю, 10-20-30 процентов, вообще говоря, коэффициенты. Отличаются от B-у, где C-1 равно 1, C-2 равно 0. Но, это не ответ, потому что это просто изменился билл-мезона, он немножко перекрутился. А теперь нужно от этого брать материнские элементы, которые будут доинтегрироваться. От массы B-5 кем до нуля. По оставшейся части, которую мы не доинтегрируем. Понял? Работа теперь в этом будет состоять. А там уже можно пробовать продвижение факторизации, и что вам только в голову придет. Вся проблема теперь сводится к тому, что мы по пустому промежутку проинтегрировали раз и навсегда. Это не от всего не зависит, какой дальше распад B-мезона будете брать. БФПП или БФДП. Понимаете? Так что эта вещь универсальная делается раз и навсегда. А дальше от этого оператора, вернее от этого лагринжана, уже стянутого до физической точки, скажем, масса B-5 для описания про раствора, нужно его брать в материчный элемент по тому, чему вам нужно, и вычислять этот материчный элемент уже очень сложно. Факторизация, приближение, еще чего-то, еще чего-то, и начинаются приближенные какие-то методы. А это, конечно, не приближенное в том смысле, что если вы все петли просумевали точно, то это будет точный ответ, он не модельный. Понимаете? А вычисление материчных элементов по низшим энергиям, это уже начинаются модельные приближения какие-то, плохо контролируемые. На рисунках люди пытаются вычислять это. Ну, короче, мы проинтегрировали пустой промежуток. Универсальный раз и навсегда. Это осмысленная совершенно деятельность, абсолютно чистая. Так, что у нас за время? Все? Фух. Ну, тогда пока что у нас сегодня. Какие еще вопросы? Сколько у нас в лесе осталось? А сколько у нас формально по расписанию осталось? Посмотрите в календаре, увидите. Кончается в конце месяца, да? Ну, вот сколько в лесе, столько и осталось. А экзамен в начале января? Экзамен вы сами себе выберите, когда вам удобно в январе. Хоть в начале, хоть в конце. С минус, если мы оффицируем сначала до одного, а потом до другого, уже с другими, они перемножаются. Да. И если мне нужно заинтегрировать до массы С, то вот это будет сначала от МВВ до ПДГФ. И тут будет коэффициент Б0 с пятеркой. А начиная с ПДГФ где-то полтора, бэкварт вылетит и выводится, не вкладывается, остается 4 безмассовых. И будет произведение. Ну, это маленький эффект. Да мне на пятерки, на четверку это слезы. Так что можно наплевать и интуировать прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok